Всем привет! Вы смотрите канал Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Лунтик Познаёт Мир. Так, мы с вами остановились на этих заданиях, то есть уже мы шесть мии-игр с вами рассмотрели, и давайте пойдём дальше, к седьмой и восьмой. Самое время немного подкрепиться дома. Бабушки с дедушкой нет дома. Мне показалось, что они готовили мне какой-то сюрприз. Может быть он спрятан где-то здесь? Ох, мне ужасно не терпится на него посмотреть. Так, ну а что у нас за сюрприз? Вижу, пирог стоит, а тут пупсень и пупсень. Или он сам сегодня... Кого первого? Его прогнать, что он пирог сделал. Ты не заснул? Давайте попробуем пирог. Ой, а я и забыл, что сегодня праздник. Наверное, все гости уже собрались и давно меня ждут. Я попросил их рассказать мне о своих профессиях, чтобы я тоже мог выбрать для себя какое-нибудь полезное дело. Ведь я уже почти совсем взрослый. Здорово! Все мои друзья уже здесь. Мне так не терпится узнать о профессиях. Щёлкни мышкой на ком-нибудь, чтобы он рассказал, чем занимается. Да, получается, что мы сегодня Аркадия Паровозова записывали, тоже про профессии. И вот Лунтик тоже по профессии. Давайте будем узнавать. Начнём сначала. Я ювелир, Лунтик. Я делаю украшения. Хи-хи-хи! Какое у вас толстенькое стекло! Это увеличительное стекло. Оно нужно мне, чтобы рассмотреть мелкие камни, с которыми я работаю. Они очень маленькие и красивые. Ой, какие шарики! И так переливаются? Это бусы. То, что я делаю. Очень красиво. Мне так нравятся. Они из драгоценных камней. Да, а ещё они очень дорогие. Так, ну что, давайте переходим к Баби Капи. Она у нас, наверное, повар. А я повар. И готовлю разные вкусные блюда. Ой, у тебя получаются такие вкуснющие торты. Если захочешь, я и тебя когда-нибудь научу. Здорово! И у меня будет такой же половник. Ну, конечно. Так, Баба Капа была немногословна. Так, переходим к Корней Корнеевичу. Он у нас, наверное, шахтёр. Я шахтёр и добываю из земли разные полезные и красивые вещи. Такие, как вот этот алмаз. Ой, я видел у вас много таких в норе. Вы их киркой добываете? Да, это очень трудное и иногда даже опасное дело. С Корней Корнеевичем разобрались. Так, а вот у нас... Ты не заскучал? Рак. Как его зовут? Мои друзья рассказывают о своих профессиях. И о том, что полезного они делают. Щёлкни мышкой на ком-нибудь, чтобы прослушать его рассказ. Привет, Лунтик. Фух, еле добрался к вам из озера. Я строитель. Я строю всем дома. Дядечек и Бряк, а что это за совочек у вас? А, это мастерок. С помощью него работают строители. Без него я как без рук. А что это у вас за пасочка такая? Квадратная. Это не пасочка, Лунтик. Это кирпич. Из него мы строим дома. Чтобы построить дом, мне нужно очень много кирпичей. Разобрались с Щекебряком. Давайте переходим к Шершуле. Он у нас военный. Деда Шер, расскажи мне о своей профессии. Я солдат. Моя работа следить, чтобы никто не нарушал порядок и никого не обижали. Меня можно узнать по винтовке и макетам солдатиков. Вот они. Ух ты! Я тоже хочу себе такие. Для этого долго надо учиться? Да, Лунтик. Так, с Дядей Шером разобрались. Теперь у нас паук. Он у нас, наверное, ткач. И откач. Я думал, вы плетете паутину, Дядя Шнюк. Ну, и это тоже. А из ниток паутины иголкой можно шить одежду. Например, вот такое платье. Здорово! А я и не знал, как получается одежда. Так, красивое платье, не поспоришь. Давайте узнаем, кем работает светлячок. Наверное, доктором. Я врач. Я лечу больных. Моя профессия очень важна, ведь никто не любит болеть. Когда кто-то болеет, я ставлю ему градусник. Вот он у меня в руках. И смотрю, какое состояние у больного. Ой, я не хочу болеть. Это так невесело. А что это такое в баночке цветное? Это конфеты? Нет, Лунтик, это витамины. Их я даю всем, чтобы они были крепкие, здоровые и никогда не болели. Так, про доктора послушали. А теперь Мила у нас, наверное, художница. Я художница. Я умею красиво рисовать и могу нарисовать что угодно. Смотри, это моя картина. Как красиво! Картина? Это значит большой рисунок? Да. Я нарисовала ее кисточкой и красками. Так, ну а что у нас? Муравей, кто у нас во профессии? Даже не разобраться. Давайте узнаем. Я музыкант. Я играю на барабане. Вы делаете музыку? Но музыку надо сначала придумать и записать специальными буквами, которые называются ноты. Вот они. Смотри. Но тут же ничего не понятно. Это не слова. Музыкант понимает ноты и может сыграть то, что здесь написано. Да, вспомнил, что он у нас музыкант. Так, а вот последняя пчелка – это учительница. Давайте послушаем ее. Я учитель. А как это? Я учу маленьких детей разным полезным вещам, которые нужно знать и уметь. Мои инструменты – учебник и указка. Здорово. Я тоже хочу кого-нибудь учить. Для этого тебе надо сначала научиться самому. Спасибо вам всем, друзья. Профессий так много и все они очень интересные и полезные. Я даже не знаю, что мне выбрать. А может, я смогу делать игры для детей? Надо попробовать. Обязательно. Прямо как мы записываем видео для детей. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Так, вот еще одна коробка с заданием ушла от нас и осталось три. То есть, восьмую мы сейчас с вами рассмотрим, а остальные две на последний обзор оставим. С этим заданием ты еще не справился, но я уверен, ты сможешь. Ну, значит, пошли справляться. Бабушки с дедушкой нет дома. Так. Лунтик, иди сюда скорее. Тут для тебя целая куча подарков. Надо их все посмотреть. Нам ведь тоже интересно, что тебе подарили. А то, может, и нам что-то пригодится. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, а подарки ведь без подписи. Как же я поблагодарю за подарок, если не знаю, от кого он? Ну, это совсем легко определить. Тебе ведь подарили инструменты, связанные с профессиями. Мы с Пупсенем и Вупсенем сможем угадать профессию того, кто сделал подарок, а значит, и его самого. Спасибо, друзья! Кузя, Пупсень и Вупсень будут называть профессией. А ты щелкни мышкой на того, кто угадал верно. Начинаем! От кого этот подарок? Художник! Ткач! Шахтер! Так, ну смотрите. Это задание уже прям точь-в-точь, как последнее у Аркадия Паровозова. То есть, есть подарок, мы называем профессию. Отлично! Надо сказать большое спасибо! Ух ты! Интересно, от кого это? Ювелир! Шахтер! Ткач! Так, ну что, у нас Вупсень, по-моему, самый умный. Он уже второй раз угадывает. Я так и знал! От кого этот подарок? Шахтер! Музыкант! Строитель! Смотрите, я опять Уупсень, третий раз подряд. Я так и знал! Отлично! Я давно это хотел. Только вот, кто мне это подарил? Ювелир! Учительница! Врач! О, ну а сейчас уже Кузя прав. У тебя отлично получается! От кого этот подарок? Ювелир! Музыкант! Солдат! И опять угадал Кузя. Молодец! Отлично! Надо сказать большое спасибо! Ух ты! Интересно, от кого это? Художник! Солдат! Повар! Ну что, третий раз подряд угадал Кузя. Точно! Отличный подарок! Отлично! Я давно это хотел. Только вот, кто мне это подарил? Шахтер! Строитель! Ювелир! Ну, они, наверное, по очереди правильно угадывают. Теперь опять Кузя. Третий раз. Я так и знал! Ух ты! Интересно, от кого это? Учительница! Повар! Строитель! Учитель! Так, ну что, теперь пришла очередь Пупсеня. Верно! Отлично! Я давно это хотел. Только вот, кто мне это подарил? Учительница! Художник! Повар! О, опять Упсень прав. Отлично! Надо сказать большое спасибо! Ух ты! Интересно, от кого это? Художник! Врач! Строитель! Так, ну что, опять прав Кузя. И получается у нас Кузя с Упсенем поровну умные, а Пупсень вообще только один раз угадал. Верно! Так, что он вообще полбес у нас. Вот и все! Столько отличных подарков! У меня еще никогда не было такого замечательного дня рождения! Спасибо вам, друзья! Молодец! Ты сделал еще одно задание! Выполни все, и ты получишь приз! Так, ну что, восьмое задание у нас уходит. И остается всего два для следующего пятого обзора. Если вы смотрите наше прохождение игры, и эта игра вам помогает и нравится, то не забываем поддерживать наш канал, ставить лайк и делиться этим видео с друзьями. Ну а на сегодня будем с вами прощаться. Всем спасибо за просмотры! Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать наши новинки. До новых встреч! Пока-пока!